Самодельные пистолеты под винтовочный патрон по-индийски. Самодельное огнестрельное оружие в силу своей дешевизны относительно заводского долгое время пользуется популярностью в индийском криминальном мире. Например, местные пистолеты, известные как ката или таманчи, по данным Национального бюро регистрации преступлений, еще несколько лет назад засветились в 30% всех совершенных с применением оружия преступлений в стране. При этом в столице Нью-Дели около 75% убийств, наступивших в результате огнестрельных ранений, были совершены как раз с применением самодельного оружия. Почти все изымаемые самодельные однозарядные пистолеты сделаны гладкоствольными. Нередко ствол изготавливается из обычных трубок подходящего диаметра. В числе популярных и распространенных боеприпасов фигурируют охотничьи патроны 12-го калибра, патрон 8 на 50 мм Airman Leecher, а также британский 7,69 на 56 мм Air 303 British. Надо ли говорить о качестве, надежности и безопасности данных творений? Купить огнестрельное оружие в Индии легально можно. Даже пистолет или револьвер калибра 9 мм или 11,45 мм. Однако право на изготовление и реализацию оружия имеется только у государства, а стало быть в условиях монополии и цены на огнестрел с боеприпасами далеко не маленькие. Так, например, стоимость пистолета кустарного производства ниже стоимости легального краткоствола в десятки, а то и в сотню раз, всего 500-1500 рупий. Хорошо бы еще запасную руку в комплекте к этим пистолетам. Вот и получается, грубая и ненадежная, но зато дешевая альтернатива под доступный и распространенный в регионе патрон. Кстати, если не ошибаюсь, то в Индии получить лицензию на оружие можно в возрасте 16 лет. Правда, если у тебя нет богатых родителей, то пистолет ты все равно не купишь. Образец на фото изъят в ходе довольно курьезного случая. 19-летний сверхразум из индийской столицы так хотел показаться опасным и повыпендриваться перед сверстниками, что выложил фотографии купленного им агрегата на странице в Фейсбуке. Полицейские его выходку оценили и наведались в гости к незадачливому любителю оружия. Через него, в свою очередь, удалось выйти и на продавцов куста.